Когда женщина становится некрасивой, она теряет все в жизни. Она становится красивой, все приобретает. Это не значит, что женщина ничего не должна делать, лежать на кровати и говорить, «Я теперь красивой хочу быть». Нет, речь идет о поведении. То есть женщина должна действовать, все делать не через аскезу, а через любовь. Она должна заботиться обо всех, служить, всех любить, и это ее мотивация основная в жизни. Приведу пример, допустим. Женщина решила встать пораньше. Надо женщине пораньше вставать или нет? Надо, иначе у нее личка станет таким, объяснит все, некрасивая будет. Но не значит, что надо мало спать. Женщина должна спать больше, чем мужчина на час где-то. Но пораньше вставать все равно надо, потому что поздно встает женщина, у нее характер портится, болеть начинает и так далее. Но сама себя, если она сама себя заставила, она из силы воли встала пораньше, она потом весь день будет себя за это винить. «Ну, чего я над собой издеваюсь?» Ей неприятно в сердце будет думать, зачем я издеваюсь над собой. Я же с женщиной родилась, я должна отдыхать, не издеваться. Мне в сердце подсказывает, ей не нравится такой подход. Но если она созвонилась с подружкой и говорит, давай завтра пораньше встанем. Или с мужем договорилась, допустим. То ей стыдно уже не вставать пораньше. Но с мужем это неправильный пример. Что если с мужем договорилась, она назло может встать позже. С мужем неправильный пример, а с подружкой правильный. Она с подружкой договорилась. И она не может уже не встать. Потому что у женщины коллективный разум, а не индивидуальный. Она не может себя заставлять. Но она через любви и отношения сразу вдохновляется. Вот допустим, у меня жена никогда раньше не встанет. Но когда я уезжаю, у меня самолет рано, она раньше меня встает всегда. Потому что так действует психика женщины. Она вдохновляется служением, заботой. И не надо даже себя заставлять. Она естественно это делает. И здесь ли женщина понимает, что ей надо рада вставать, чтобы быть здоровой для ребенка. Чтобы он рос тоже здоровым. Она тогда договаривается с подружками как-то. Или мотивирует мужа, говорит, ну ты подойди, скажи мне. Пора вставать. Не надо меня трясти, заставлять. Просто скажи. Пора вставать, моя хорошая. Я может быть встану, может быть нет. Это не твое дело. Не надо второй раз потом приходить. Ты не встала. Не твое дело. Просто зайди, скажи. Это еще как бы для мужчин тоже дополнительное понимание. Как устроена психика. Женщина это как поле на пару. Есть вот засадили поле, оно растет. А есть поле на пару. На пару означает отдыхает, не растет. Но она там просто, не просто тоже отдыхает. То есть она рожает детей там и так далее. Но воспитывает. То есть она живет в отношениях любви женщина. Не в отношениях аскезы. Хотя аскезы женщинам тоже нужны. Женщина если не двигается, болеет. В основном все болезни женщины идут от недостатка движения. Лишний вес, онкология, вот эти опухоли все доброкачественные. Это все означает нехватка движения. Женское тело само по себе ленивое и расслабленное. Поэтому оно больное часто. Из-за лишнего расслабления. Нехватка движения. Нужно двигаться. Но заставлять себя ненажды. Нужно вдохновляться. Поэтому вся жизнь женщины, все психика женщины соткана из отношений. Если у женщины нет отношений с женщинами, она обесточена. У ней нет силы жить. Ей нужно отношения с женщинами, чирикать постоянно там, здесь, всегда вдохновляться. Потому что коллективный разум. Вот допустим играют с мальчиками и девочками в песочнице. Какой-то мальчик обидел девочку. Нет, девочка обидела мальчика. Раз ему песком обсыпало его. Случайно там допустим. Мальчик как реагирует? Он сам идет, лопатку поднимает на девочку и говорит, я тебе сейчас тресну. Мальчик сам. Он кого-то приглашает? Помочь ему нет? Нет, он сам идет и как бы разбираться. Теперь, мальчик обидел девочку. Что дальше будет? Она собирает всех девочек. Все девочки встают перед ним и говорят, ты что обидел ее? Все вместе говорят. А он один. Так ведь или нет бывает? То есть у девочки, у женщин какой разум? Коллективный. Потом дальше допустим в семье скандал. Дети на чьей стороне? На маму или папу? Мамы. Собачка. Тараканы. Кошки. Все на стороне, на женской природе. Женскую природу все защищают. Мужчину никто не защищает. Он сам себя должен защищать. Он со всеми сражается. Говорит, нет, я прав, все равно. Мужчина. Но его никто не слушает. Говорит, ты не прав. Все говорят. Хотя он, наверное, прав может быть, вполне. Он что-то олит. Что-то олит. Подписывайся. Подписывайся.